Что языки поотсохли, что ли? Или обкурились вы все? Все писюнами меряются, у кого круче. Нет ничего важнее жизни человеческой. Нету. Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! Идут масштабные обстрелы Украины и территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб. Вооруженные формирования Украины обстреливают Зайцево, Гольмовский, Горловку, Веселое, поселок Шахты Трудовская, Старомихайловку, Еленовку, Сигнальное, Октябрь, Петровское, Новоласпу, Коминтерново, Саханку. По нам бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией. Стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем. 18 февраля начался централизованный выезд гражданского населения Республики в Российскую Федерацию. Уже вечером этого дня первые автобусы с жителями ДНР прибыли в Ростовскую область. Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию не развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие. Встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей. Грязные игры политиков, которые не считаются с человеческими жизнями, для которых человеческие жизни это всего лишь единицы. Вы с себя начините, возьмите оружие в руки. На передовую. А после этого уже призывайте. Но не из теплых кабинетов. Я поражаюсь тому, что в 21 веке лидеры или так называемые лидеры государств, стран, республик, непризнанных, не в состоянии сесть за стол переговоров и решить все проблемы. Что языки поотсохли что ли? Или обкурились вы все? Что кроме как воевать и калечить свой народ, вы уже ни на что больше не способны? Что? Какая ценность? Что может быть более ценным в человеческой жизни? Ни Путин к Зеленскому не едет, ни Зеленский к Пушилину не едет. Все писюнами меряются, у кого круче. Нет ничего важнее жизни человеческой. Нету. Или вы может быть лично будете потом оповещать родственников о гибели солдат. Еще один деятель высказался. Господин Володин, Россия защитит своих граждан и соотечественников ДНР и ЛНР при угрозе их жизни. При этом Москва не хочет войны, подчеркнул спикер Госдумы. Первое. Никогда не отвечая за Россию, у меня по-прежнему и будут оставаться вопросы, кто за тебя голосовал. Как ты попал в парламент? Как ты стал спикером? Второе. Россия защитит своих граждан при угрозе их жизни. Вячеслав Викторович, нужно показать пример. Собирайся в военкомат, пусть тебя вооружат. И на передовую, в окопчике. И покажи пример, как нужно защищать. Ну не сидя в кресло в Государственной Думе. Кого отправлять ты собрался? Ради чего? Ради кого? За олигархов ура! За что гибнуть солдатам? За что гибнуть? За какую идею ты? Редактор субтитров А.Семкин